Сибирский кедр Здравствуйте! Это Край Аграрный и его герои-люди, которые умеют работать и удивлять. Меня зовут Татьяна Ивлева. Сегодня говорим о том, с чего порой начинается сельское хозяйство и почему становится делом жизни. Смотрите в этом выпуске. Не пей контрафактного вина, Гертруда. В России, наконец, приняли закон о виноградарстве и виноделии. Каких перемен ждать? Араукана. Благородных кровей птица. Хвоста у него вообще нет. Отсутствует вот здесь копчик этот именно. И на лице вот немножечко есть такие, типа как усы. Жизнь городскую сменили на деревенскую экзотику. 2% россиян ежегодно переезжают на село. Почему? Вот как пахнет кедр, не пахнет ни одно дерево. Теперь смолистый аромат тайги можно вдохнуть и на Кубани. Расскажем, как сибирское дерево пускает южные корни. И капелька новогоднего настроения для тех, кто без живой елки не может себе праздник представить. Одна из важнейших новостей даже не этой недели, а месяца и года Госдумой принят закон о виноделии. Документ создает базу для жизни и развития отрасли, определяет правила игры. Отныне вино России – это продукт, созданный из отечественного винограда, а не импортного балка. У закона давно появились и рьяные сторонники, и противники. Жизнь вот-вот покажет, кто был прав. О том, что закон о вине стране нужен как глоток воды в пустыне, все, кто вовлечен в развитие отрасли, громко заявляли последние пять лет, а то и больше. Раньше рынок регулировал закон о производстве и обороте алкогольной продукции. В его обширных рамках вдаваться в тонкости и нужды отечественных виноделов не стали. В результате и определение вина как продукта – там самое общее. И ни слова обо всем, что с ним связано. Землях, людях, помощь в развитии. Вино с маркировкой «Сделано в России» можно было производить, например, из чилийского виноматериала. А импорт, он ведь бывает очень разного качества. Хороший редко обходится дешевле, чем виноград, выращенный своими силами. Виноделы сравнивали дешевый заграничный балк с пакетиком чая, который заваривают на третий, а то и четвертый раз. Самые ценные первые капли сусла из него давно выжаты и оставлены на родине. А то, что осталось, приходится доводить до ума ароматизаторами. Теперь, по новому закону, вином России будет называться только напиток из винограда, выращенного в нашей стране. Более того, вводится обязательное декларирование урожая, чтобы не было подмен. Против такого резкого виража возражали производители, например, из Санкт-Петербурга. Игристые вина в северной столице делают из импортного сырья. Их аргумент против опустеют полки магазинов, места попытаются занять иностранные конкуренты и пострадают потребители среднего и нижнего ценового сегмента вин. Кубанские производители это мнение не поддерживают. Зато рады тому, что теперь прописаны меры финансовой помощи от государства. А значит, Краснодарский край может рассчитывать на дополнительные средства из бюджета. Краевой Минцельхоз говорит еще об одном важном моменте. Наконец, описан механизм учета и использования виноградопригодных земель. Кубань пытается вернуть отрасли все, что было потеряно во время сухого закона и упадка 90-х. И еще один ключевой момент для нас, потребителей. Теперь закон о виноградарстве и виноделии четко определяет, какая продукция признается фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной. Запрещая ее производство и оборот. Спешу поздравить сразу 36 молодых фермерских хозяйств Кубани. Они стали победителями конкурсного отбора и получат гранты проекта «Агростартап». Общая сумма господдержки на благие начинания аграриев – 104 миллиона рублей. А вот по какому принципу их разделили и на какие сельские стартапы потратят – сейчас расскажу. Но сначала о том, зачем этот проект нужен. Из названия понятно. «Агростартап» дает возможность жителям сельской местности начать собственное дело и не споткнуться на первых этапах. Но есть и стратегическая цель – увеличить объемы производства, создать новые рабочие места и повысить уровень жизни на селе. Программа открыта для всех, кто делает первые шаги в агробизнесе и прописан в сельской местности. Любовь к земле и желание работать обязательны. И с этим у начинающих сельхозпредпринимателей, как правило, нет проблем. Вот только денег на организацию хозяйства и покупку техники тоже нет. И тут на помощь переходит государство. Оно готово безвозмездно выдать на развитие своего дела до 3 миллионов рублей – неплохой стартовый капитал. Теперь о том, как начинающему фермеру получить деньги. Они даются на условии софинансирования. То есть нужно определиться с суммой, и государство предоставит 90% этих средств. Остальное придется вложить самому. Потратить можно на покупку техники, животных, а также строительство зданий сельхозназначения. Например, одним из обладателей Гранта в этом году стал Владимир Жировов из Тбилисского района. Он разводит клариаса угревидного. Это пресноводный сом, который способен некоторое время прожить на воздухе. А его мясо по вкусу не уступает многим ценным породам. Клариаса угревидного называют экономически выгодной рыбой. Геннадий Быстрицкий – хозяин страусиной фермы. Альтернативное животноводство в Краснодарском крае набирает обороты. Деньги Гранта Быстрицкий потратит на развитие ранчо. Еще один обладатель Гранта – Семен Ручка из станицы Бреховецкой. Овощевод, который объединил в кооператив 11 местных фермеров. До этого предприниматели продавали товар в торговых палатках, которые закрывали в холода. А теперь у них свой магазин и всесезонная торговля. Деньги господдержки будут направлены на развитие. В планах открыть еще несколько магазинов и наладить систему доставки от двери до двери. Главное для грантополучателей теперь – грамотно распорядиться средствами. Свой фермерский путь все начинают по-разному. Кто-то шагает от маленького личного подсобного хозяйства, а кто-то до него проходит, точнее проезжает тысячи километров. И о тех, кто на Кубань переехал и нашел себя в сельском деле. Аграриями на юге становятся сотни свежеиспеченных жителей. Просто потому, что невозможно не обрабатывать землю, которая готова так щедро отвечать на уход и заботу. Мы отправились в станицу Новодеревянковскую, чтобы взглянуть, как получается. Супруги Кустовы – коренные сибиряки. Полчаса и ты у Азовского моря. Это было главным мотивом для переезда на Кубань. Но год жизни в изобильной южной станице превратил убежденных урбанистов в самых, что ни на есть идейных крестьян. Захотелось хозяйства размашистого, основательного, масштабного, крикливых уток, молочных коз, упитанных свиней в придачу плодоносному саду. Было одно «но». Муж и жена ничегошеньки не смыслили в аграрном деле. Это наша первая коза, черная. Мы ее покупали как будто беременной. Но так как мы ничего о них не знали, то она оказалась, конечно же, не беременной. Но теперь вроде бы как нормально. Это единственная дойная пока коза у нас. Анфиса. Еще есть два маленьких породных убийца. Мальчик и девочка. У нас участок 40 соток. Это сад старый, 40 деревьев. Молодой посадили тоже очень много деревьев, тоже порядка 40-ка. Все есть абсолютно. Яблоки, персики, нектарины. Ну, вообще все. Со временем Михаил научился с легкостью управляться с птичьим двором. Среди пернатых появились любимцы. Из всего пестрого поголовья хозяин явно выделяет петуха. А тот легко идет в руки привыкший, что его красоту замечают все. Горделиво и с достоинством. Меняет ракурсы для осмотра. Вот они потихонечку пошли. Вот они, породистые наши. Выходим, выходим все. Адлерская черебристая порода, кубанская красная. Но есть поместная домашняя. Сами выводили инкубатором. Петушок красавец у нас. А что за порода? Араукана. Да, это вот благородных кровей птица. Вот хвоста у него вообще нет. Отсутствует вот здесь копчик этот именно. И на лице вот немножечко есть такие, типа как усы. Это петушок. Особенностями породы араукана являются оригинальное оперение, отсутствие хвоста, пучки перьев возле ушей и голубой окрас яиц, который объясняется наличием пигмента беливердина. Хрюшки в хозяйстве кустовых тоже особенные. Привычную всем белую русскую здесь потеснили вьетнамские веслобрюхи. Они, конечно, далеко не мясные гиганты, зато очень забавные и неприхотливы в уходе и еде. Вьетнамцы, они небольшие, вырастают примерно где-то 45-50 килограмм. Мясом получается в среднем от 15 до 30 килограмм. Но с этими гораздо проще. Им вообще почти не нужна еды. Они на одной траве растут очень хорошо. Ухода не так много, да, и они более чистоплотные. От них нет такого запаха, как от больших семей. Но так выгодная. Порода очень выгодная. На весну у Екатерины и Михаила большие планы. Хотят серьезно расширить хозяйство по всем направлениям. В апреле-май мы ждем козлят. Соответственно, дальше развиваем, покупаем еще породных, докупаем потом. Еще в планах на весну гуси, индюки, перепела опять же и быки. Идти вперед и не бояться трудностей – девиз предприимчивых супругов. Когда-то про Жака Ива Кусто говорили – он и есть море. А про Кустовых можно смело сказать – они и есть сельское хозяйство. Именно такие люди, смелые и работящие, делают аграрный сектор Кубани. А вот о чем мы расскажем далее в нашей программе. Волшебницы изумрудного города. Поговорим о роли вечно зеленых растений в саду и грамотном уходе за ними. Вот как пахнет кедр, не пахнет ни одно дерево. Теперь смолистый аромат тайги можно вдохнуть и на Кубани. Расскажем, как сибирское дерево пускает южные корни. И капелька новогоднего настроения для тех, кто без живой елки не может себе праздник представить. Дальше с новостей сегодня точно будет интересен гурманам. А мы готовы рассказать, какой сырный завод появится в крае. И как спасают популяцию ценных рыб, например, амура и толстолобика. Самый крупный в Европе сырный завод откроют на Кубани. Предприятие заработает в Веселковском районе. Об этом сообщил вице-губернатор края Андрей Коробко. По проекту в переработку смогут отправлять до 450 тонн молока в сутки. Важно не уступить зарубежным аналогам по вкусу, даже при таком большом объеме производства. Хватает самому продай излишек соседу. На Кубани растут объемы экспорта продуктов животноводства. Более 215 тысяч тонн мяса и яйца отправились в 2019 году из Краснодарского края за границу. Птицу и супродукты везли в Абхазию, Грузию, на Украину и даже в Китай и Вьетнам. Таким образом, государство не только замещает импорт, как в случае с сыром, но и ведет игру на чужих торговых площадках. Почти 200 миллионов рублей в 2020 году из бюджета направят на спасение кубанских лиманов. Водоемы активно восстанавливают последние три года. Ведут техническую чистку, заселяют молодью Амура и Толстолобика. В лиманах Славинского района уже заметили результат. Стала ниже плотность мягкой растительности. То есть вода чище и рыбе дышать легче. В 2020 году обещают расчистить еще шесть водных объектов в разных муниципалитетах. Результаты такой работы мы не измерим. В ближайшее время это вклад в далекое будущее региона. Как и занятие, которому посвящает время герой нашего следующего сюжета. Он открыл в Белореченске питомник сибирских кедров. Дерево это типично для широт попрохладнее. Но есть амбициозная задача – вывести кедр поистине кубанский. То есть из семян уже в Краснодарском крае созревших. На это понадобится десятилетие. Почему не жалко их потратить? Сейчас расскажу. Классика новогодней моды – гирлянды на голубой еле. Но есть еще одно хвойное дерево, которое может стать хранителем семейных традиций. И долго напоминать потомкам, кто посадил и какие десятилетия встречал под сенью пушистых лап. Живой кедр может стать прекрасным новогодним украшением вашего участка на долгие годы. Срок жизни дерева до 500, а то и говорят до 800 лет. Поэтому украшать его сможете вы, ваши дети, внуки и правнуки. С одной маленькой поправкой. Вашим детям, скорее всего, понадобится стремянка. А внукам и правнукам автовышка. Высота взрослого дерева – 40-45 метров. Сложно поверить, но бескрайняя тайга начинается вот с таких лилипутов. Это всходы кедра или иначе сибирской сосны. Из этого малыша вырастает действительно исполин, 40 метров высотой, с размахом кроны, 8 метров. А я видел и выше, там мощь. Это, пожалуй, такое самое мое глубокое удивление. Кедры стали делом жизни Андрея Куриленко. Свой узкоспециализированный питомник растений он открыл еще будучи жителем Красноярского края. А когда 6 лет назад всю семью решил перевезти в Краснодарский, саженцы поехали с ним. Они ведь тоже семья. И когда было принято решение переезжать сюда, на Кубань, то, соответственно, вопрос не стоял, переезжать ли нам с кедрами или без, а вопрос стоял о том, сколько мы можем привезти сюда с собой кедров. 50 подрощенных полутораметровых кедров и 200 малышей саженцев прокатились через всю Россию, разделив фуру пополам с домашним скарбом. И стали учиться жить на кубанской земле. Хозяина свежеиспеченного питомника многие встречали скептически. Дебют на кубанской ярмарке был сложным. Публика не верила, что это вообще возможно. После тяжелых и бедных таежных почв укоренить эту породу сосны на пропеченных солнцем южных черноземах. И, соответственно, мы были первопроходцами, ну и на сегодняшний день мы являемся и первыми, и единственными, кто в условиях Кубани, кто в условиях юга России выращивает саженцы кедросибирского. По прошествии шести лет я говорю, приезжайте, смотрите, выбирайте сами, вы все увидите. Да, растет. Как растет, как себя чувствует на открытом солнце, ветра, ледяной дождь, резкие перепады температур, длинный вегетационный период. Все, мы здесь уже прошли, шесть лет это уже определенный опыт, который нами накоплен. На кубанской земле, которая и зимой толком не промерзает, семена и саженцы сибирского кедра сначала столкнулись с незнакомыми вредителями. То мыши подъедали, то медведка портила. Впрочем, в тайге им тоже нелегко. Выживает один из десяти всходов. В природе выживает сильнейший. То есть это правило конкуренции, наверное, никто не отменял. Вот эта вот малышня, это первые рожденные на Кубани кедры. Да, но из семян, которые все-таки привезены из Красноярска. То есть это еще не местные семена, потому что местного урожая еще не состоялось. Зато взрослые саженцы на Кубани сразу намекнули, что климат им очень даже по вкусу. Дали прирост в два, а то и в три раза больше, чем обычно за лето. Кедр вообще растет очень медленно и основательно, потому что на века. Угадать его возраст можно по ярусам между веток. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и плюс четыре года до, как правило, первой выкопки. Обычный кедр не в лесу, а на участке. Начинает приносить шишки лишь в 15 лет. Семья Куриленко посадила три деревца в своем саду, дав достаточно света и ухоженный газон у корней. И совсем юные кедры уже пытаются отблагодарить урожаем. Каждому члену семьи хотелось свой кедр? Да, мы посадили каждому члену семьи по кедру. Формируем их один в одном стиле. Это у нас для дочки. Красивый кедр здесь вот так вот на каждой веточке. Прям шишечки красивые были. Сибиряки не зря называют это дерево батюшка кедр или ласково кедруша. Признают и мощную красоту, и пользу. От смолы, живицы, орехов, хвойных фитонцидов. На Кубани мощная крона может дать еще и желанную тень. А у корней всегда прохладно. И еще не забудьте про долговечность и декоративность дерева. Посчитав плюсы, предприимчивые южане стали покупать кедры для турбаз, парков, садовых участков. Возьмите хвою, разотрите ее, то есть вы вспомните вот этот запах родины. То есть вот как пахнет кедр, не пахнет ни одно дерево. Это специфический именно запах самого растения. Плюс, конечно, это его красота. Это его стать, это его мощь, когда она раскрывается. Я видел, как они растут на горах, как они растут среди скал, курумников, как они растут на болотах. Наверное, даже дело, которым я занимаюсь, я его, может быть, и сам еще масштабы не осознаю. В целом, иногда, может быть, так, просветление миг наступит. По поводу того, что нужно вырастить здесь кедры, получить с них урожай семян, из этих семян вырастить саженцы, из этих саженцев получить снова урожай орехов. И вот это уже будет кубанский кедр. То есть вот это, наверное, такие глобальные задачи, лет на 50, там, может быть, ближайшие передо мной стоят. Вот это было бы интересно сделать. Продолжим рассказ о хвойных культурах. На этот раз речь пойдет о тех, что хорошо знакомы жителям Кубани. Впереди рубрика «Сельсовет». Вечно зеленые украшения сада будут действительно вечно зелеными, если вы прислушаетесь к совету профессионала. Наталья, добрый день. Здравствуйте. Я вижу, у вас просто разгар продаж. Да, на самом деле сейчас прекрасное время для посадки хвойных растений. У нас очень мягкая зима, и я надеюсь, что хвойные сейчас очень хорошо приживутся. Это вечно зеленые растения. И почему хорошо их высаживать именно сейчас? Потому что у нас мягкая зима, и я надеюсь, что скоро пойдут дожди, да будет достаточно влаги. Чтобы они укоренились. Да, и за зиму хвойные как раз хорошо укоренятся. Потому что летом у нас не хватает влаги, очень жарко, им тяжело приживаться. А вот сейчас прекрасное время для этого. У нас достаточно много хвойных, хотя специализация питомника лавандовой фермы – это все-таки многолетние растения, многолетние цветы лаванды. Все знают туи сморакт. Это туи у нас знакомая такая. Очень знакомая, популярная. Но мы вот сейчас как раз готовим заказы. Уже завтра они уедут в новый сад. И это можжевельники. Можжевельники горизонтальные, стелющиеся. Это сорт блю чип. У него замечательная хвоя голубого цвета, которая остается голубой даже зимой. И это тоже раскрасит наш сад. И самое главное, что он высоко не поднимается. Он стелется, да. И может заменять, фактически это почвопокровное растение, может заменять даже газон. Вот. А вот это еще один можжевельник в Вилтоне. Он тоже стелющийся. Но вот именно вот этот большой заказ будет высажен на подпорные стенки. И они будут свисать красиво вниз, эти можжевельники. Так что вот можжевельники, кстати говоря, очень хорошо у нас чувствуют себя на Кубани. Они засухоустойчивые. И они хорошо выдерживают и жару, и отсутствие, и малое количество влаги. Здесь у нас площадка с хвойными. Я вам сейчас покажу несколько хвойных растений, которые, на мой взгляд, очень хорошо у нас растут и очень красивые. Вот из туй, это шаровидные туи, это сорт даника называется. Как капелька такая. Да, она вот растет в форме шарика. И вот эта форма, она поддерживает сама. Очень плотная, набитая. И зимой, летом просто изумрудно-зеленая. Сейчас немножечко цвет поменялся. Очень белая. Да, да. Вот эта бронзовинка, она появляется на туях зимой. Это нормально, этого не пугайте. А какого размера она может вырасти? Это карликовое считается хвойное растение. Оно вырастает всего до 80-90 сантиметров. То есть можно вот так вот их раскидать на участки. Да, вот такими капельками или шариками можно их посадить. И еще вот такой интересный можжевельник. Это называется голдкон, золотой конус. Видите, у него желтый такой прирост. Это был высох. Нет, это вот именно вот такой сорт с таким цветом. Он голубо-зеленый, а прирост у него лимонного цвета. И еще одна интересная туя, это из новых сортов. Это вот... Ой, какая симпатичная, позолоченная. Это сморакт, который мы видели. Обычно зеленый, но это называется золотой сморакт. Голден сморакт. Он более компактный, чем сморакт. И вот такой вот лимонного практически прирост у него золотой. У нас эти растения из грунта. То есть мы их выкапываем, как вы видели, в мешковину и в сетку. Это сформированный ком, он не нарушается благодаря упаковке. И эту упаковку снимать не надо. Это специально все сделано для того, она разрушается сама в земле постепенно. И растения хорошо приживаются. И корни у нас не травмируются ничего. И корни не травмируются, да, и приживаемость 100%. И вот такие вот горизонтальные можжевельники. Называется золотая звезда. В форме звездочки. И прирост у нее тоже вот такой вот золотистый. Весной он будет гораздо ярче. Зимой не такой яркий, но весной он будет прям лимонного цвета, яркого. Тоже очень красивый можжевельник. И еще вот такая вот елочка. Это елочки карниковые. Это елочка? Это елочки, да, смотрите. Мы привыкли видеть, что елочка, это у нас что-то такое голубое и высокое. Но это тоже елочка. Она подушковидной форме в виде шарика. Да, точно. Вот этой елочке уже 5 лет, представляете? Она такая маленькая. Самое главное, что вот эти вот все растения не боятся нашего жаркого засушливого лета. Этого солнца, которое нас выжигает. Оно здесь выросло, вот в нашем засушливом лете и на страшных ветрах. И другого оно не видело и считает, что так и должно быть. Да, поэтому они все выросли здесь. И все сорта очень хорошо у нас приживаются и растут. Наталья, спасибо вам большое. У вас необыкновенно красивые деревья. А самое замечательное, что они занимают не очень много места. И можно, предположим, входную группу оформить какими-то стрельчатыми, такими высокими туями. А здесь расположить маленькие капельки разных фасонов. Наталья, спасибо вам большое. До свидания. До следующих встреч. Кстати, можжевельник туя или кипарис прекрасно справляются с ролью новогодних деревьев. Чтобы впустить в дом сказку, всего-то нужно полчаса, ветви туи, тесьма и елочные шары. И не поленитесь выйти в парк за старой корягой. Именно ее первым делом нужно прикрепить на стену с помощью подвесов или кронштейнов. Ветку словно крыльями укрываем зеленью туи. И с помощью тесьмы прикрепляем на разной высоте игрушки. Чем интереснее их цвет и фактура, тем эффектнее результат. А если вы все-таки отдаете предпочтение настоящей елке, помните, и после праздников ей найдется полезное применение. Не спешите выбрасывать. В краю аграрном первые любители полакомиться хвойными – это сельскохозяйственные животные. Отслужившее свое деревце идет на корм коровам, не откажутся от него и козочки. Человек тоже извлечет для себя немало полезного. Аккуратно снимите иголки и шишки и упакуйте в мешочек из натуральной дышащей ткани. Такое саши обычно прячут на полках бельевого или платяного шкафа. Сплошная польза от него. Новогодний аромат освежает вещи и заодно отпугивает моль. А можно освежиться самому. Сходите в баню с еловым веником, запарив ветки на 15 минут. А если бани у вас нет, заварите иголки бокалом крутого кипятка, процедите и вылейте в ванну. И вплывайте в Новый год на волне хорошего настроения. А теперь ответ на вопрос программы. За что кедр называют фармацевтом? Кедровые леса обладают сильнейшей фитонцидной активностью. Хватило бы одного гектара кедровника, чтобы очистить от микробов, если не миллионник Краснодар, то любой город поменьше точно. Дерево газодыма устойчивое, то есть для озеленения в городских условиях. До встречи в следующем выпуске программы «Край аграрный». Субтитры подогнал «Симон»!